Всем привет! Меня зовут Дима. Я хотел бы вам рассказать одну историю, которая произошла со мной в девятом классе. Как-то мы с моим другом Саней, как обычно, стояли на перемене и обсуждали девочек из параллели. И тут мы оба понимаем, что каждому из нас нравится одна девочка Маша. Мы поняли, что оба боимся подойти к ней, позвать на свидание. Что-то не готовило нас жизнь к такому. Ну, Маша всегда была популярной девочкой. Что не перемена, так она в компании. Даже не подойти, не поговорить толком. Так и прошло первое полугодие девятого класса. Мы просто не парились по этому поводу. Но вот после зимы кое-что произошло. Придя в январе с каникул, я, как обычно, стоял и ждал Сашу, когда он подойдет. Но на удивление для меня он просто прошел мимо и остановился, облокотившись о соседнюю колонну. Честно, я был обескуражен и подумал, что он на меня обиделся. Я уже настроился на серьезный разговор и подхожу к нему. А он, увидев меня, сперва посмотрел, как на незнакомца, а после засмеялся и чуть не упал на колени. Я и до этого был в полном непонимании ситуации, а теперь вообще в шоке. Перестав смеяться, Саня, вытирая слезы, так и объяснил мне всю эту ситуацию. Оказывается, я, стояв к нему боком, выглядел как девчонка. Это, конечно, мне не понравилось, но многое объясняло. А и вправду ведь я с длинными светлыми волосами, худой, как для парня, а еще и вечно в мешковатой одежде. Действительно, можно было бы спутать. Ну, мы с ним дружно посмеялись и стали обсуждать, как у нас прошли каникулы по пути в кабинет. По дороге туда Саша опять упомянул Машу, и мы оба напряглись. Ведь обычно мы очень редко это обсуждали. В итоге разговора мы поняли, что оба хотели бы в новом семестре набраться смелости и позвать Машу на свидание. Мы хотели избежать столь неловкого момента, когда одного из нас точно отвергнут. Потому мы решили найти способ узнать, у кого из нас было бы больше шансов. Дойдя до нужного нам кабинета, Сашу как будто осенило. Он с улыбкой повернулся ко мне и, имея пару минут до урока, рассказал свой коварный план. План мне сразу не понравился, но заинтересовал. Он состоял в том, чтобы я переоделся и в образе новенькой девочки из параллели разобщался с Машей и узнал, кто из нас ей нравится. Я, мягко сказать, был вообще не в восторге, но любопытство взяло вверх надо мною и я согласился. После уроков мы пошли ко мне и сходу залетели к моей сестре со словами «Нам нужна твоя одежда». Ее смеху не было предела. На следующее утро моя сестра сделала мне макияж и я в полном образе, наконец, пошел в школу. Вот он я, в школе. До звонка на первый урок еще 25 минут и я пошел искать Машу. Это оказалось несложно. Она, как всегда, стояла в компании возле окна первого этажа. Я очень переживал. Сердце билось как сумасшедшее, но отступать было нельзя. Я, не зная, что делать, просто подошел к ним и сказал «Привет, я новенькая». Максимально высоким голосом, который смог из себя выдавить. Они сперва пешили, но потом улыбнулись и мы стали знакомиться. Когда меня спросили мое имя, я по привычке начал «Ди...» «Ана...» «Да, Диана...» На меня посмотрели, будто я забыла свое имя, но вроде никто ничего не понял. Я им уже рассказал заготовленную историю и то, что я из их параллели. Они были добры ко мне, а я уже настолько вжился в роль, что чуть не забыл свою цель. И вот я решил перевести разговор на мальчиков, узнать, кто тут кому нравится. И все хихикая рассказывали про парней. Когда очередь дошла до Маши, она покраснев и немного робко сказала, что ей нравится парень из 10 класса по имени Данил. Я не имел и малейшего понятия, кто это. Поэтому немного погрустнев, просто продолжил диалог, как ни в чем не бывало. После 20 минут разговоров кто-то в компании говорит, что уже пора на урок идти. А Маша подмечает, что раз я из их параллели, то у нас сейчас совместная физкультура. Тут я понял, что мне нельзя идти, ведь придется переодеваться. И все поймут, что я – это не я. Я запаниковал. Мне стало действительно страшно, потому что мы уже шли всей дружной компанией к спортзалу. И с каждым шагом меня все больше трусило. Я понял, что надо срочно что-то делать. Не придумав ничего лучше, чем сказать, что у меня болит живот, я убежал домой срочно переодеваться. К следующему уроку я уже был в своем привычном виде. Встретил Саню и все ему рассказал. Он, несомненно, тоже немного загрустил. Но мы оба перестали печалиться и уже смеялись над всей этой историей. И как все отлично провернули. Мы больше не питали никаких надежд по поводу Маши. А эту историю до сих пор вспоминаем со смехом в компании наших близких друзей. А какие сумасшедшие поступки вы совершали из-за девчонок? Пишите в комментарии. Я с радостью почитаю.